Ребята, всем привет! Вы на канале Семен на Чемоданах. Меня зовут Славян. Вот мой инстаграм, подписывайтесь. Сегодня мы в полном составе, и не только в своем составе, еще с нашими родителями. Едем на отдых с дикарями в Московской области. А еще мы едем... Куда, Тёма? Рыбачить! Рыбачить! На рыбалку. Представляете, дети выбросили у дедушки удочки. Сейчас заскочим в магазин, купим им по удочке и отправляемся на озеро, которое находится неподалеку от Подольска, Клёнова. Вот. Заодно мы там покажем вам обзор палаточного туалета и большущей палатки. Не помню, как она называется, чуть позже скажу. Не буду затягивать, погнали. В общем, мы сейчас в гараже закидываем все, что нужно для такого отдыха, но не на несколько дней, а просто для мини-отдыха. И уже там, когда разложимся... Папа, давай у него там старый шкейт. Хорошо. Давай его заберем. Не, не надо. И когда мы там разложимся, я вам чуть попозже покажу, что берем как мы, так и наши родители для такого отдыха. Так, все, все, что нужно, мы в гараже сейчас погрузили. Еще у нас перед гаражом есть такая автомойка и рыболовный магазин. Вот мы сейчас тоже сюда заедем, чтобы дедушка купил внукам удочки. И все, и отправляемся на рыбалку. А, ну еще в пятерочку зайдем там, покусить что-нибудь возьмем. И все, и поедем делать обзоры. И посмотрим, где можно отдыхать недалеко от Подольска. Че, вы довольны? Да, мы нам купили ручки. Да? Да. Теперь вы будете рыбаки? Да. И что, будем на море рыбу ловить, ужин добывать? Да. Все, теперь за едой и туда на зельцом. Ну все, купили шашлыки-машлыки и едем дальше. Мы заехали в Кленово. И, кстати, Кленово считается вообще Москвой. Ну что, вот мы подъезжаем к месту, на котором мы любили отдыхать, когда здесь жили. И, мне кажется, вблизи Подольска самое нормальное. Так это вот деревня Зыбина или село Зыбина. Ну что, все. Мы, в общем, заехали. Вот так припарковались. Вон там, где творач вас будет рыбачить. А мы с вами вон там сейчас развернем такой мини-лагерь. Сделаю обзор этой палатки. Родители говорят, что она великолепная, что там на 7 мест. Ну, посмотрим вместе с вами. Начнем мы с самого основного. Это туалет. Вообще-то вопрос беспокоит абсолютно всех, кто хочет выехать дикарями с палаточкой. И первый вопрос, особенно у женского пола, где ходить в туалет. Вот, ребята, я вам покажу сейчас, соберу. И покажу, что есть вот такой вот палаточный туалет. Вот и все. Видите? Вот так сюда зашел. Полный рост стал у меня, 174 рост. И все. Сюда сейчас встанет специальное ведро-туалет. Сейчас я вам тоже покажу и все. И вопрос с туалетом решен на отдыхе, вот когда вы хотите вот так отдыхать с палаткой дикарями. Так, и вот про что я вам говорил. Берется вот такое вот ведро. Оно называется ведро-унитаз. То есть вот у нас ведро, оно меньше и удобнее получается. Оно где-то вот так вот. Сюда набирается вода и добавляется средство специальное для био-туалетов. Вот так вот. Хоп. И все. И ставится. Вот так вот поровнее, что было. Вот. Все. Отмем растяжек. Да. Что у тебя? Удочка? Да. Кстати, удочку куплю. Удочка куплю. Мы там будем ларить. Удочка, тяни, ну и удочку. Так, пацаны, вон уже расчехлились в удочке, но Родион уже сломал, да? Нормально все. Ишь ты, что у тебя получается? О, смотри, сколько рыбок-то плавает. Видишь? Так я сюда перезапожу. Ага. Камаха вот. Ребята, смотрите. Палатка называется следующим образом. Вот. Варионеха 5. Если кому-то нужен вот артикул, вот есть даже сайт. Вес 16,5 килограмм. Да, она достаточно увесистая. Вот так вот в сумке, вот такой, вот по размерам сами сравнивайте. И давайте попробуем начать раскладываться. Она не надувная. Она также с прутиками. Не знаю, как ее в одного ставить, но мы сейчас будем устанавливать ее все вместе. И заодно вы тоже посмотрите. Если мы их ставим, то только больше по времени. За эти полчаса. Ну понятно. Мы не знаем, сколько будем ставить. Вот такие рулоны. Ага, маскультики. Давай так вот. Оп, оп. Ага, все, вот они. Так. Это эти основы. В мешке, значит, тут колышки. Опять-таки, если вы хотите отдыхать, например, на море с палаткой, то вот такие прутики, вот такие прутики вам не подойдут. Вам нужно самому изготовить колышки, самому изготовить, либо приобрести длинные. Потому что ветра бывают сильные, и вот эта вот игрушечная штука сдует сразу. Мы это проходили на своем опыте в 2020 году, когда жили в палатке. Два месяца в Крыму выпуск, здесь подсказочка. Посмотрите. Так, ладно, начинаем, значит, ее разворачивать. А что, она сложена? Вот, вот так вот, шикс. Смотри, какие яркие. Ага. Родители ее только приобрели. И вот мы делаем выезд, чтобы вместе собрать, и заодно вам показать. Мы посмотрим, вообще удобная ли она, например, если вы часто передвигаетесь. Если стоите, например, на одном месте, то однозначно она будет 100% удобная. Она большая. Большая. Это внутренняя сторона. Смотрите, как. Вот так. Имеет, значит, она два входа. Один сбоку. Второй вот с этой стороны. Вот. Ну и, собственно, все традиционно. Сюда загоняем прутья сейчас. И все. И разэтывание. Ну, короче, раскидываем ее. Чехол специальный. Вот помечен красным. Раз. И вот на этих прутьях тоже красная метка. Значит, ставь. Значит, это крайний. А те, которые без метки, вот, они идут сюда, вот, на центральный, получается, каркас. В очередной раз пытаюсь развести костер. Да, Родион, без розжига, с сухими палочками. Посмотрим, как получится. Так, мы подумали, что у нас будет и мясо, и овощи, поэтому я решил про мангал развести. Он стоял вот тут брошенный. Мы его быстро к себе пристроили. А Темка с Родионами, как обычно, помогают собирать гребнышки, веточки, чтобы обойтись без розжига, чтобы мясо не воняло. Так, ребята, и вот еще на вопрос, а как готовить еду, мы всегда с собой возим вот такую вот плитку. Она недорогая, что-то 900 рублей стоит. Сюда подключается газовый баллон и вот этими лепестками защита от ветра. То есть газ у вас в пустоту не расходуется. Вот так вот вкручивается. Ну что, этап вставления этих прутев мы почти завершили. Последний, то есть 4 прута получается, 4 таких каркаса. Вот, ну у нас ушло буквально 5 минут. Сейчас посмотрим, как дальше там конструкция будет развиваться. Вставляем ее. И начинаем поднимать. И теперь с этой стороны. Так, с этой стороны получается то же самое. Слушай, ну да, одному сложновато будет эту штуку вставить вообще. Да, это вот такая палатка, если длительно долго отдыхать. Допустим, на одном месте вот вы встаете там на недельку, на две, ну там дней на пять. Но не на сутки. На сутки мы все-таки рекомендуем такую палатку, как у нас. Просто ее шик-с раскрыл. И все. Либо такую палатку с надувными дугами. Так, ну смотрите, вот такой вот парашют получается. Здоровая. Интересно, как она будет справляться с западным крымским ветром боковым. Сюда прям. После того, как мы вот дуги все поставили, дело за малым. Это нужно воткнуть все вот эти колышки и растянуть палатку. Так, мы, короче, растянули. Здесь, значит, есть окошко с такой мелкой-мелкой москиткой. Вот такая вот растяжка. Единственное, что вот по центру нету растяжки, но решается это боковыми растяжками. То есть их прям вот так выводите, лучше по 90 градусов. И как бы норм. И вот такой получается большой вход. Вот, смотрите, я не наклоняюсь. Слопс вот так вот. Фух, да тут баня пока. Раз, вход, два, вход. Вот окно, вот окно, вот окно. Вот получается москитка. А вот с этого входа москитки уже нету. Соответственно, ну вот этот вход закрыли. Здесь москитку поставили и все. Вот здесь вот вешается сама палатка. То есть спальная комната. Вот она по размеру, да, будет. А здесь уже ложится тент и будет нормальный пол. Так, многие в выпусках просили показывайте, что вы готовите, когда отдыхаете. Показываю. Взяли мы вот такой шашлук в пятерке. Здесь, значит, кило восемьсот. Ну, выглядит нормально. Конечно, лучше всего мариновать самому какую-нибудь шеечку. Вот. Но, увы, мы торопились. Вот. Сейчас немножко угли остывают и закидываем в этот мангал. А здесь будут овощи. Какие овощи, покажу. Так, смотрите. Вот этот шашлык уже в действии. Одна сторона даже прихватилась. Ну, сейчас попробуем, что за мясо. Состав, конечно, капец. Так, ну, конечно, традиционно. Вот картошечка. Здесь уже грибочки. Шашлык. Сейчас еще будут кабачки. Так, вот, смотрите. Сейчас вешаем палатку вместе с мамой. Хоп. Вот так вот, значит, смотрите, все цепляется. Вот я даже одной рукой, одной камеру держу, одной цепляю. Смотрите, из ништяков это то, что здесь есть органайзер. То есть вот так вот у вас. И вход в саму палатку, он не полностью как бы открывается. А именно по, получается, по двум дверям. Смотрите. Вот раз. Получается дверь. И вот вы зашли в палатку. У вас тут есть дно. То есть это может быть ваша большая палатка. Либо ее даже можно вот так вот разделить. Смотрите, как здорово. Здесь будет, например, для одной семьи матрас. И на этой стороне для другой. И, соответственно, вот в другой комнате тоже есть дверь. И дверь с москитной сеткой. Как вам по удобству? Напишите в комментариях. Это как бы не прям стенка, да? Но, тем не менее, вот оно все растягивается. Колышки вбиваются. И прям огонь. Собственно, смотрите. Вот такая палатка получилась. Брезент мы вот все-таки положили, чтобы это тоже максимально показать. Ну, интересно. Вот. Сейчас я вам с высоты покажу, какими она обладает действительными размерами. С высоты, наверное, будет поинтереснее. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Почти готова картошка. Доходит последняя партия кабачков. А рыбы до сих пор нет. Родион, ты рыбу поймал? Пока нет. Пока нет? А будет сегодня вообще? Неизвестно? Нет. Когда мы пойдем где-нибудь купаться, и там мы будем купаться. Вот люди даже рыбачатся рядом тоже нет. А вообще здесь, кстати, еще даже купаются. Я, конечно, думал тоже рискнуть. Но вода такого цвета, глинистого, что что-то, короче, я не знаю. Наверное, я пас. Ну что, мы все приготовили уже. Хотел сказать, садимся за стол, а потом вспомнил, что у нас только три стула. Поэтому кто-то садится, а кто-то встает за стол. А мы постоим, пусть здесь женится, а там и здесь. Артем, идите шашлык есть. Шашлык, ну, вкусный. Единственное, что соли многовато, поэтому лучше, конечно, мариновать самому. А то не вкус мяса, а вкус соли. Да, можно. Может быть, кому-то будет важно. Смотрите, в общем, вот такой набор у нас, как правило, получается. Это помидоры на углях, картошка на углях, шампиньоны, хлеб поджариваем, кабачки, чтобы пропекались. И шашлык. Еще, ребята, как лайфхак, может, кому-то будет нужно, вот чтобы картошка получилась вот не сгоревшая и прожаренная мягкая внутри, нужно в конце ее ставить, когда уже еле-еле угли есть. И прямо минут на 30, чтобы она пропеклась, не поджарилась, а именно пропеклась. Вот до такого состояния. Так, ну что, вот дети кричат. О, ест. О, это же это-то? Окунь. Ничего. Я же каланю я хочу, окунь не поймешь. Нормально. Мари, он острый. Надо отпустить его, надо отпустить его. Не надо. Он маленький. Мы так долго ловили, мы что? Нет, надо отпустить его, надо отпустить его. Надо отпустить его. Мы так долго ловили, чтобы... Твора собралась. Ну вот. Потрясающий денек у нас сегодня выдался в Подмосковье. Даже не ожидали. Дело идет к закату. А у нас к завершению этого пятничного уикенда. Ну что, ребята, вот такой вот выпуск у нас получился. Вообще какой-то необычный из Подмосковья. Подмосковья, семейный, домашний, такой лайфстайл типа. Но все равно он про путешествия. Путешествия же это не про то, когда ты едешь в другую страну. Это то, когда ты едешь в какое-то новое для себя место, открываешь его и проводишь вот так вот классное время. Особенно, когда это происходит еще с семьей. Особенно еще и когда с родителями. Пишите в комментариях, как вам. А в описании под этим видеороликом я оставлю геолокацию, где находится это прекрасное место. Я уже говорил, что здесь можно спокойно остановиться несколько дней с палатками. Я с вами прощаюсь. Увидимся с вами завтра в новом видеоролике. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok